С 1 ноября таможня Владивостока перестала оформлять ПТС. Теперь бумажные документы на автомобиль заменит электронный вариант. Как считают специалисты, такая мера сделает вторичный рынок более цивилизованным и облегчит жизнь покупателям. Оформление ПТС в электронном виде – это следующий шаг цифровизации. У такого паспорта есть ряд существенных плюсов. Электронный ПТС нельзя потерять или испортить, его никогда не нужно будет восстанавливать и оформлять дубликат. Электронный ПТС будет содержать полностью всю информацию и историю об автомобиле с момента его производства, ввоза на территорию России и до утилизации или вывоза за пределы страны. Новые ПТС не отменят привычный порядок ввоза, покупки и регистрации авто. Граждане по-прежнему будут владельцами свидетельств и договоров о регистрации транспортного средства. Те, кто уже владеют машиной, смогут принять решение, переходить на электронный паспорт или нет, так как бумажный вариант будет оставаться в силе. Лучше на бумажных. Почему? Не знаю, как-то надежней. Наверное, будет удобней. Электронных, да? Да. А почему? Сейчас потому что все, мир придвигается вперед. Сейчас все там по-другому. Все электроннее сейчас все. Я считаю, что это удобно, когда у тебя находится все в электронке, спокойно зашел, нашел, что надо, сделал все. Практически нет разницы. Ну, электронные документы в любом случае будут удобны. Например, меня, ну, раздражает, там, носить с собой вот всякий, там, паспорт, там, я не знаю, там, документы на машину, там, еще водительское удостоверение. Конечно, было бы хорошо, если бы все было в одном месте, да, допустим, в мобильном телефоне или в смартфоне. Права, документы, ПТС, СОР, страховка. Часто на эфире показал. Все. До свидания. Чтобы оформить ПТС в электронном виде, необходимо подать заявку в уполномоченную организацию. Перечень можно найти на сайтах Минпромторга России и системы электронных паспортов в разделе «Перечень уполномоченных организаций». Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Продолжение следует.